Ваши первые мысли в первую неделю после 24 февраля. Подписываемся все на закрытый канал. Так, ваши первые мысли, да? Ну какие первые мысли? Честно говоря, как и многие мои друзья, коллеги, я ожидал, что Украина схлопнется примерно к майским праздникам. То, что операция будет так спланирована, ну не знаю. Это как-то странно было все это наблюдать. Это какое-то не очень удачное планирование на основе немного неверной информации о настроениях в украинском обществе в вооруженных силах. Если ты никак не отвечаешь на эскалацию противника, он наглеет, борзеет и начинает еще больше играть в эскалацию. Поэтому лучше отвечать сразу по чуть-чуть, чем потом, когда тебя прижимут к стенке, взять и начать какие-то резкие действия. То есть должен же быть какой-то баланс, эскалация должна быть постепенной. А если ничего не делать, то потом окажется ситуация либо капитулировать, либо начать что-то масштабное. Что действительно может привести к большой кошмарной трагедии. Таким образом, как ни странно может показаться, отсутствие ответа на эскалацию в виде ответной эскалации провоцирует риск войны куда больше, нежели вот такая вот пацифистская политика. Вот мы военную операцию начали, но вести ее как надо не хотим, потому что мы мирные люди. Ну так как бы немножко смешно. Либо крестик, либо, как вы знаете, в известном анекдоте. Вот. А чем нам кошмарить? Ну, уверяю вас, у нас есть чем кошмарить. У нас прекрасный набор ракет на вооружение. Другое дело, что почему-то то, чем мы можем кошмарить, мы упором не хотим применять. Значит, можно было бы газ и нефть перестать качать партнерам. Это вообще пять. Вот в том интервью, что у нас выйдет в субботу, с человеком, который прекрасно осведомлен о событиях на Украине, он, отвечая на мой вопрос, сказал так. Это вообще беспрецедентная и первая, наверное, в истории мировых войн ситуация, когда одна страна воюет с другой, а фактически, ну, тут можно называть специальная военная операция, там, еще что-нибудь. Но это война государства Российская Федерация и война государства Украина. Ну, то есть как ни крути, да? И вот первый раз, наверное, в истории войны и конфликтов через территорию страны, с которой ты воюешь, ты в другие страны прокачиваешь газ, нефть, там, аммиак, ну, это еще и какие-то зерновые сделки идешь. Это немножко смешно. Это какая-то вот тянет на какую-то нехорошую игру. Мы же, как бы, даже когда была странная война, когда вот период Второй мировой войны с 1939 по 1940 год, там, сентября 1939 по мае 1940, назывался странная война, по-английски phony war, то есть ненастоящая война. Даже тогда Франция с Германией все-таки не торговала. Она не наступала, но не торговала. Поэтому, извините, я не понимаю, что происходит. Я думаю, что огромное количество людей и в нашей стране, и за рубежом, и на Украине, и в Европе не понимают. 8 лет Минских соглашений. Сейчас уже очевидно, тем более, 3 таких заявления знаковых. Ангела Меркель сказала, что Украина выиграла время. Порошенко это также сказал. Алланд сказал в этом же ключе. То есть 8 лет дипломатической завесы. За эти 8 лет, как украинская армия могла так усилиться? Ведь на Донбассе они совершали детские ошибки практически. Что там произошло? 7 лет они готовились к войне. Они сформировали нацистскую, по сути, свою идеологию. Сумели внедрить ее в мозги значительной части всего населения Украины. В том числе русского. Говорящего и думающего по-русски. Это основа, это база. Создав идеологию, они действовали в рамках этой идеологии и создавали себе военную машину, которая будет эту идеологию реализовывать. Успешны они были? Украинская армия образца 2014 года и 2022 отличаются? Это даже не небо и земля, это от Земли до Марса. Вклад Запада в такое усиление украинской армии, насколько он весом? Нет, конечно, вклад Запада огромен, потому что все эти 8 лет Запад финансировал эту программу перевооружения, переобучения. То есть вся материальная база это Соединенные Штаты. Все-таки эти шли переговоры по Тонбассу долго, 8 лет, со стороны России их вели разные люди, но есть три ключевые фигуры, которые больше других там светились. Это Михаил Зурабов, наш бывший посол на Украине, это Владислав Сурков и Дмитрий Козак. Можете дать всем или кому-то одному, у кого хотите, характеристику, что это за люди? Ну, учитывая, что я не знаю лично никого из них, с Козаком один раз виделся в кабинете Аксенова, даже здоровался он со мной за руку, просто Аксенов меня представил, это еще до Донбасса. Суркова один раз видел во втором, по-моему, корпусе в Кремле АПшечки, когда еще служил в ФСБ, я туда ему пакет отвозил, вечером поздно, он зашел, взял пакет, я не встал с дивана, потому что я его терпеть не мог уже. Ну, заочно, естественно, кто я такой? Он с интересом посмотрел, что это за хамло такое сидит, когда целый помощник президента входит, а тут нагло, не вскочил, не вытянулся по стойке смехно. Но ничего не сказал, взял пакет, ушел. А Зурабова я, естественно, никогда не видел, лучше бы нам никогда с ним не видеться. Ну, в общем, лучше бы всем троим со мной никогда больше в жизни не видеться, если честно, потому что, ну, в любом случае, это без скандала не закончится, а если у меня еще будут какие-то полномочия, я им не завидую. Впрочем, я думаю, что и себе я не завидую, если попади в руки любому из них. Зурабов продажная мразь, который имел общий бизнес с Порошенко. Соответственно, в своей политике он исходил из того, причем бизнес еще до 2014 года, то есть у него были коммерческие интересы. Коммерческие интересы, естественно, он ставил выше, ну, как и большинство наших ВИП-чиновников, выше государственных и национальных. Кроме того, они вообще не очень понимают, что это такое, в разрыве со своими. А правда, что именно Зурабов пролоббировал в Кремле с согласием на признание Порошенко? Поймите, что до 2014 года я был мелким военным чиновником. Да, там что-то где-то каким-то образом, но в высших сферах, скажем так, даже в прихожей кооператива «Озеро» мне бывать не приходилось. Что он там, как он там лоббировал. Это слухи такие же, какие я знаю не больше, чем вы в этом плане. Хорошо, не решались ввести войска, не решались начать военную операцию в 2014-2015 году. Что за петух клюнул в феврале прошлого года? Почему пошли так? Ну, заметьте, если я до 2014 года, по крайней мере, до 2013-го был мелким военным чиновником, пусть даже в Центральной аппарате ФСБ, то на момент 24 февраля 2022 года я уже был опальным военным пенсионером, которому вообще никто ничего не говорил. Ну, вы хоть предположите, можете все? Предполагать я могу что угодно, но это будет гадание на кофейной гуще, пусть даже немножко более компетентное, чем у обычных граждан. Ну, хорошо. Подготовка шла год. Примерно год. То есть, все-таки 7 лет нашего президента водили за нос, как он очень изящно выразился. 7 лет это много, когда тебя водили за нос. Но все-таки не 8. То есть, год шла подготовка, когда выяснилось, что, видимо, до конца. То есть, видимо, до конца все-таки ситуация колебалась. То есть, шантажировали партнеров, партнеры на шантаж не поддавались, поскольку им война была выгодна, имеется в виду Соединенные Штаты. Потом решили воевать. Видимо, в этом, конечно, принимал участие, скорее всего, 99% Медведчук, который, опять же, с очень высокой вероятностью, кормил вместе со своими кураторами из моей конторы, из АПшечки, президента баснями о том, что стоит российским войскам зайти, и все будет как в 2014 году. Ну, а вообще-то у разведки должны быть несколько источников независимых друг от друга. Медведчук сказал одно, а другие ничего, чего сказали. Ну, дело в том, что у нас уже давно, еще это при мне было, я это видел, хотя, повторяю, на очень низких уровнях, что в государственном аппарате давно уже докладывают не то, что есть на самом деле, а то, что хочет услышать его превосходительство. В центральном аппарате? Ну, да. То есть, Медведчук, можно предположить, монополизировал, да? Пилились большие деньги. Сначала эти деньги пилил Зурабов, потом их пилил Сурков, потом их, наверное, пилил Козак. Хотя говорят, что Козак он ворует на других направлениях, а тут он как исполнитель, что типа, что ему поручают, он выполняет. Ну, подчеркиваю, то есть, из всех троих названных, то есть, вы задали вопрос предварительный, ну, Козак я знаю, о Козак я знаю меньше всего, я знаю, что он, естественно, как и все они, миллиардер, я знаю, что он жадный, вот, что он в их команде, но говорят, что он из них, там, типа, вот, если ему поручили участок, он, типа, пытается что-то на нем сделать в рамках поручений, а не интригует, как Сурков, который там, ну, это, знаете, можно по коридору прямо идти, справа, слева, посередине, а можно вот так вот, еще заскакивать за степень. Сурков вот так, да? Да, причем сильно заходя, будучи помощником президента, когда никто его не может проконтролировать толком, что ему президент поручил, понимаете? То есть, он очень сильно заскакивал. Превышать свои полномочия? Ну, может. Когда человек, никто не знает, какие у него полномочия, конечно. Можно превышать свободно. Да. То есть, можете сказать, что Медведчук в каком-то смысле полностью монополизировал информационную повестку Украины? Конечно же, там ни один Медведчук. Конечно же, там люди из администрации президента, которые вместе с ним пилили миллиарды на украинском направлении. Конечно же, там высшие чины некоторые из моего ведомства, которые я знаю пофамильно, вот, и даже лично некоторые. Вот. Это честная, хорошая компания, которая все устраивала, все было хорошо. Но они же не могли не знать реальную картину. Да, они делали политичную, а вот здесь... Вы реальную-то знали картину? Ну, так проблема-то в том, что симулякор, когда он во главе целого государства, он постепенно под собой формирует ряд симулякров, они же еще ряд симулякров, и все друг другу докладывают то, что хотят услышать. То есть, это виртуальная информационная реальность? Да, именно так. Но, то есть, получается, что когда готовили военную операцию, даже мыслей не было о том, что реальная ситуация другая? Ну, судя... Скепсис у меня был огромен, но даже... Ну, я в любом случае поддержал и поддерживаю военное решение. Единственное, что, конечно, меня не устраивает, как оно проводится. И второе, меня совершенно не устраивает то, кем оно проводится. Еще меня не устраивает то, что, на самом деле, я... Даже меня не сумели удивить. То есть, именно те персонали, которые показали самую выдающуюся неэффективность, те персонали, которые несут самую большую ответственность за военные и политические права вон Украине, они все остались на своих местах. И продолжают руководить. Вы имеете в виду планирование начального этапа? Я имею в виду общую операцию и военную, и военно-политическую. То есть, те люди, которые кормили Медведчука, которых он кормил, через него кормили Путина обещаниями, вот, они все на своих местах. Им никто даже фе не сказал. Человек, который абсолютно привел в нашу армию абсолютно неподготовленный к большой и серьезной войне, он по-прежнему руководит Министерством обороны. А начальник генерального штаба, который планировал операцию, закончившуюся деэскалацией и дальнейшими натужными действиями, он сейчас одновременно руководит генштабом и командует войсками на фронте, что само по себе дико. Потому что даже просто, даже самый талантливый военачальник не сможет объединять обе функции, потому что очень много работает, надо работать 48 часов в сутки, а в сутках 24 часа, еще надо спать и есть. Но все они на своих местах, никто не понес ни малейшего, даже взыскания, я уж не говорю о наказании, за те провалы, которые произошли за 11 месяцев. Я думаю, что они еще произойдут годовщиной своего, вот она на носу. Месяц, меньше месяца. Меньше месяца, да. Хорошо, стамбульские договоренности, которые сильно критиковали, мартовские, стамбульские, даже не договоренности, просто стамбульские переговоры, договоренностей-то не было никаких по факту. Они чем вызваны? Нужна была техническая пауза, потому что военная операция стала, понятно, идет не так высокие, потеряна была перегруппироваться, нужен новый план? Или реально верили в политическую договоренность? У меня на этот счет есть замечательный анекдот, который я всегда рассказываю, когда что-то подобное меня спрашивают. Чукчу окончил медучилище. Приезжает домой из стойбища, ему приносят больного, значит он осматривает, так-так-так говорит, это аппендицит, однако очень просто, берем скальпель, режем прямо-прямо-прямо-прямо, тьфу-ты, опять не получилось. Вот действия нашей политической элиты, тут о военной речи нет, в Стамбуле и около они напоминают действия этой Чукчу, то есть хотели прямо, не умеют, давай-ка вот так вот черкать, вот так вот, а вот, типа, то есть это называется нагромождение одной глупости на другой кретинизм, то есть совершили, расписали, то есть поняли, что то, как планировали, не получилось, вот совсем не получилось. А давайте мы все остановим вот так, рэс, на тормоз, на ручку. Стоп-кран. Стоп-кран, да. И зафиксируем, как говорится, прибыли и убытки, и заморозим снова ситуацию. Это с нашей стороны. А с другой стороны, это же просто праздник. Помните, как это в известном советском фильме про Карабаса-Барабаса? Да это же просто праздник какой-то. Семь лет водили за нос, и тут снова подставляют. Ну как не провести за нос еще раз? Чтобы дать возможность тоже достаточно потрепанным украинским вооруженным силам, которые, в общем-то, на некоторых направлениях провалились тоже. Привести себя в порядок, организовать сплошной фронт, провести мобилизацию, получить необходимые... С военной точки зрения, был смысл уходить из-под Киева? Когда линия фронта было 35 лет? Очень сложный вопрос. Я тогда вообще высказался в изобрении этой поддержки. Ну, понимаете, это, как говорится, то есть я, да, одобрил этот вариант, потому что, во-первых, у меня в этот момент там находилась на фронте парочка информаторов, которые мне давали, ну, картину, как они ее видели. Пусть это люди были не высокого положения, но снизу тоже многое видно, на самом деле. То есть я понимал, что войска оторвались далеко от своих баз, что все мосты взорваны, что полный бардак, что листоплошной линии фронта нет, и противник в лесисто-болотистой местности через какое-то время перехватит дороги своими ДРГ, и может сложиться ситуация аналогичная финской войне зимней 40-го года, когда пытались разведать Финляндию напополам, а в итоге потеряли две дивизии. полностью разрезанные на этой трассе. Но я-то думал, что эти войска будут выведены из-под Киева, с берега, с западного, и переброшены под Суму и Чернигов. У меня и мысли, я когда понял, что вообще войска выводятся не только из Киевской, но и из Сумской и Черниговской области, у меня волос мало на голове осталось, но они практически дыбом стали. То есть я понял, что это просто... Помните, когда Толерант, по-моему, сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Ошибка, да. Но в общем целом ряду тех ошибок, которые делает Кремль с 2014 года, ну просто очередная выдающаяся ошибка, которую там то ли идиотизм, то ли кретинизм, ну у них своя виртуальная реальность. Планета розовых пони, там все не так, как у нас. В принципе, когда завершились истамбульские переговоры, и случилось с Буча, стало понятно, что точка, что нас скинули, и в общем-то никаких дальше подвижек даже по заморозке не будет. Почему так долго ждали до сентября объявления частичной мобилизации, пока не получили просто в ухо под балаклей, и поняли, что таким числом солдат воевать просто нельзя с этой мобилизованной армией? Я думаю, что здесь как раз вопрос, это подчеркиваю мое оценочное мнение, не основанное ни на каких там данных и прочем, оно заключается в том, что та же самая система еще изволит ваше превосходительство. Вот не хочется вашему превосходительству беспокоить относительно спокойный тыл, то есть Российскую Федерацию, граждан и так далее. Начальникам заглядывают в глаза и говорят, да мы и так справимся, Владимир Владимирович, да солдат достаточно, да вот еще чуть-чуть и побегут эти хохлы, мы их и так задавим. Не надо мы били, вы не хотите, не надо, и не надо. И так тянули до момента, пока уже вот так действительно не стукнули по уму со всего размаха. Роль, которую Роман Абрамович сыграл в Стамбульских переговорах и потом в Зерновой сделке, она похожа на то, что играл Березовский во время Первой Чеченской? Это я не знаю, но то, что Абрамович явно играет не за Россию, но это точно. А можете предположить, кто его вообще полномочил? Ну ясно, что его полномочил. Он является специальным представителем президента Российской Федерации. Официально? Ну да, он официально на должности в администрации президента на очень высокой... Он спецпредставитель президента Российской Федерации. Он государственный чиновник очень высокого ВИП-ранга. Понимаете? Абрамович? Да. Который живет в Лондоне, который финансирует ВСУ. Ваше отношение к Зерновой сделке? Это желание потрофить Турции, какие-то частные коммерческие интересы, неспособность Черноморского флота организовать эффективную блокаду побережья или что-то другое? Что это вообще? Это хуже, чем преступление, это ошибка. Это, скорее всего, сочетание всего, чего вы сказали. И любая составляющая данного решения, она вредна России, причем очень сильно. Любая составляющая. То есть, действительно, мы разблокировали Одесский порт, чем принесли огромную пользу экономике Украины, ее снабжению, всем необходимым. Потому что значительную часть ГСМ и все прочее они получают морским путем из Боргаса, из Болгарии. Ну вот, мы и сами помогали воевать ВСУ против нас. Мы многое помогаем в других вопросах. Опоздав с частичной мобилизацией, понимая, что нужно времени для развертывания мобилизованных, Россия стала отвечать Украине инфраструктурной войной. Начиная с октября, где-то с шагов в две недели, исключение было только перед Новым годом, подряд несколько дней между ударами, шагом в две недели, от 30 до 70 ракет улетают, плюс эти героини в сторону Украины. Во-первых, ваше отношение к инфраструктурной войне в том виде, в котором она ведется, против объектов электроэнергетики. Во-вторых, а, надо было делать, б, как ее надо вести, если надо было делать, и в, была ли альтернатива? В рамках планеты розовых пони альтернативы нет. По одной простой причине. Об этом тысячу раз говорил, еще раз тысячу первый повторю. Через Украину до сих пор идет 60% газа в Западную Европу. Это вообще фантастика, да. Через Украину идет, работает нефтепровод. Уренгой, Помар и Ужгород. Мы же из российского бюджета платим в украинский бюджет транзитный. Мы не просто платим, мы еще и снабжаем газом и нефтью Украину. Страну, с которой, ну, де-факто, воюем. Мы продолжаем гнать через территорию Украины товары из Китая, и не только из Китая, в Европу. Это вообще имеет аналоги в истории? Нет. То есть, это мы первые такие... Даже странная война, так называемая странная война... 1939 года, да. Да, 1939 года, начало 1940-го, она была не такая, то есть, там, по крайней мере, экономические связи были. Ну, французы же с немцами товар-то не продавали, они просто не воевали. Нет. Удары наносятся по объектам, которые наиболее больно бьют по населению Украины, но совершенно не задевают промышленность и, главное, транспортную систему. То есть, тыл ВСУ, который базируется на... Которым фактически является все НАТО, ближний тыл ВСУ Украины, он не задевается этим. А российская армия имеет возможности для эффективного проведения инфраструктурной войны? По крайней мере, всерьез против нее она воевать может. Всерьез. А то, что делается, это в значительной степени опять имитация и семьяк. Сейчас, после частичной мобилизации, российская армия способна к какому-либо крупному наступлению даже на ограниченном направлении? Попытка возможна. Опять же, с точки зрения того, что я не знаю, насколько командование и генеральный штаб осознают состояние своих войск. И все проблемы связаны и со связью, в первую очередь, с которой у нас просто на уровне Первой мировой войны местами хуже. Там, по крайней мере, ну, всерьез работали над этим. Если командование, генеральный штаб осознают, то никаких плачьих наступлений сейчас не будет. У нас сейчас нет над противником того превосходства в технике, вооружения и людях, и самое главное, в боеспособных частях и соединениях, боеспособных, то есть способных наступать, я сейчас на этом вернусь к этому, которые необходимы для серьезного крупного успеха. С другой стороны, противник тоже находится не в самом лучшем состоянии. Потери, которые они понесли. Не забывайте, что русский солдат продолжает сражаться независимо от того, что у него генерал кретин, а министр обороны вороватый турок. Он все равно продолжает сражаться, тем более, что, допустим, на Донбассе очень высоко мотивированные местные солдаты, которые дерутся просто, потому что они понимают, что их ждет. Это не мобилизованные и так далее. И ЧВК у нас неплохо воюет, потому что там железная, репрессивная дисциплина в том числе. По крайней мере, я говорю про вагнер. И они наносят украинской армии очень серьезные потери. Украинцы вообще прекрасно воюют в составе иностранных армий, но традиционно плохо воюют в составе своей. Они сейчас тоже находятся на определенном пороге устойчивости. Но, подчеркиваю, сейчас у нас нет инструмента, который можно было бы этот порог разрушить и заставить их, бросая оружие, разбегаться по дамам. Поставки западных танков и бронетехники способны в пользу Украины переломить ситуацию на фронте? Локально, да. Если все, что им обещано, будет поставлено, они сформируют очень сильный ударный кулак и могут попытаться, подчеркиваю, попытаться провести успешное наступление на тех направлениях, которые для них приоритетны. Это Запорожье, юг Херсонской области и в общем направлении на Азовское море, на Крым. Но стратегический успех возможен у них? Да, возможен. К сожалению, возможен. Именно потому, что наши мобилизационные мероприятия, которые были начаты, когда жареный петух клюнул в задницу, они были заморожены, как только ситуация немного выпрямилась. А дальше пойдет эскалация в плане поставок оружия? Не ждать самолеты? Я полагаю, что США будет кормить Украину ровно настолько, чтобы она не рухнула. Самолеты непременно будут. Будут и самолеты, и будет другое вооружение. Но Штаты заинтересованы в как можно более длительной войне, которая ослабляет всех конкурентов, включая сателлитов США в Европе. Ожидать натовские войска в форме отпускников можно? На определенном этапе, по мере, опять же, ослабления Российской Федерации, и ослабления украинской армии можно. То есть, я считаю, что вполне возможно, в итоге все придет к варианту испанской гражданской войны, когда под видом добровольцев будут воевать регулярные дивизии, как-то вот 4 итальянские дивизии воевали на стороне националистов Испании. А вот войск НАТО официальный на Западную Украину и дальше. Пока не ожидаю. Пока не ожидаю, подчеркиваю. Полагаю, что они будут влезать непосредственно в войну, только когда в Российской Федерации начнется внутренняя смута, до этого пока еще далеко. Ну и в завершение военной темы. В случае повышения со стороны НАТО ставок, масштабных поставок оружия... Москва не сделает ничего. И даже не решится хотя бы в плане угрозы использовать ядерный козырь? Ну, угрожать могут, но им никто не поверит. После всех, даже если действительно решаться использовать ядерный козырь, Запад совершенно в это не верит. После вот всех этих, как вы правильно заметили, зерновых сделок, бесконечных минских переговоров. Ну, все полагаю там как раз по словам кто там Киссинджера, да, по-моему, чья у вас элита. Уверен, что это ваша элита. Если у вас родственники, внуки, там места, где вы собирались счастливо провести старость, они все находятся у нас. Можно сказать, что Россия вот такими сделками, таким несколько беззубым введением военной кампании разрушила определенный имидж свой силовой на Западе? Она не только на Западе разрушила, она разрушила его везде. Полагаю, что очень слабая поддержка со стороны Китая вызвана именно выдающимися веляниями Кремля и военной неэффективностью наших вооруженных. Потому что поддерживать слабого в ситуации, в которой не может ничего сделать сам, мы пока еще не сателлит Китая, и Кремль на это не идет. Но статус союзника его надо отстаивать. А мы показываем, что мы не способны в военном плане претендовать на данный статус. Извините, если Российскую Федерацию начали клевать Швеция с Финляндией, еще недавно нейтральные, если они собрались в НАТО, то есть нас не боится уже, мыши уже не боятся, что там говорить. Если Эстония заявляет о том, что она собирается перекрыть, включить свои территориальные воды, ранее экстерриториальный коридор, по которому мы снабжаем Калининград, Эстония. О каком престиже в мире вообще может идти речь? У Ирана больше престижа, у Северной Кореи больше престижа. Их угрозам верят. А у вас нет ощущения, что такая ситуация дискредитации силового имиджа, наоборот, в какой-то момент сподвигнет российские власти резкий шаг? Когда говорится абстрактно российские власти, давайте вот просто вы достаточно хорошо их знаете, возможно, даже лучше, чем я. Ну, в лицо. Ну, судя по тому, что вы мне о себе рассказали, то, скорее всего, вы их чаще видели, чем я, и больше. Ну, не знаю, значит, это спорный вопрос. Нет, ну, не спорный вопрос. Дело в том, что вся моя служба проходила в каких-то кабинетах, канцеляриях, наверх, я не попадал. А вы хотя бы могли видеть на каких-то общественных мероприятиях и так далее, на которые я не ходил. Поэтому давайте себе представим. Эти же люди, которых 8 лет водили за нос, и они даже этого то ли не замечали, то их все устраивало. Эти же люди, которые пошли на зерновую сделку, которые провели деэскалацию, которые провели перегруппировку, которые сдали Херсон, который можно было не сдавать, на мой взгляд. Имел военный смысл сдача Херсона? Это преступление. Это военное преступление. То есть, его можно было оборонять? Его нужно было оборонять. Потому что это был единственный наш плац. плац.дарм, сохранившийся на западном берегу Днепра, с которого нужно было разворачивать дальнейшее выступление. Теперь этот плац.дарм, в случае, если мы решимся воевать наконец серьезно, а не сдаваться, придется захватывать заново с огромными потерями. Возвращаясь к вопросу о персоналях, еще просто спрашиваю, вы верите, что те же самые люди, которые совершили такую бездну совершенно идиотских ошибок, которые очень смахивают, кстати, на сознательное вредительство многие из этих ошибок, что они сейчас будут действовать как-то более вменяемым. Я не верю. Дело в том, что последнее время во всех публичных выступлениях, во всех интервью, я прямо акцентирую на этом внимание, что если не будет кадрового, хотя бы частичной замены, я не призываю вообще все сменить, но у нас нет, у нас все так укомплитовано, но если не будет хотя бы минимальной ответственности введено за то, что делают ВИП-чиновники, мы эту войну выиграть просто не сможем по одной простой причине. Они будут продолжать делать любую глупость, ни о чем не беспокоясь. Любую глупость, любое маразматическое решение, любой провал, ну, они будут просто совершать как из пулемета, ну, а что думать? И думать не надо. Вот что-то им показалось, мы сделали, ни за что не отвечаем, опять нам что-то показалось, мы опять сделали, опять полный провал, мы ни за что не отвечаем. А чувство самосохранения у них не может включиться все-таки? Ведь если война будет проиграна, это может стоить им всего. Вот тут тоже вопрос очень серьезный, а думают ли они в том, что война может быть проиграна? Опять же, беспокоит ли их, что война будет проиграна? Есть такая версия, которую разделяют достаточно многие аналитики, которая заключается в том, что их вообще сейчас практически не беспокоит. Их беспокоит только вопрос удержания власти, причем именно в той конфигурации, к которой они привыкли. Давайте не забывать, что это люди все 70+, в основном. Ну, по крайней мере, около 70 и плюс. Люди, которые, в принципе, уже по возрасту в основной своей массе не могут быть способны на импровизацию. Нет, это Суворов мог переходить в Альпу в 70, это, допустим, Кутузов мог грамотно проводить стратегию, когда Ганя Наполеон влез в Россию. Но это Кутузов и Суворов это талантливые люди. Талантливый человек и в 80 может оставаться вполне талантливым, несмотря на то, что организм как бы уже сдает. Здесь о талантах наших элиты, по-моему, говорить несколько смешно. Если они в чем-то и талантливы, так это в том, что в подковерных интригах и в присваивании того, что плохо лежит. И само идет в руки, без усилий. Никто из них не создал бизнес-империю как Генри Форд с нуля. Никто из них не добился, как там Наполеон, допустим, от лейтенанта до императора Франции. Им все фактически досталось по наследству. Часть из них это потомки вообще советской номенклатуры, значительная часть. Часть это примкнувшие, но в общем достаточно попасть, условно говоря, было в эту семью, в эту мафию. Дальше все идет в руки само. Я не жду от них никаких импровизаций, я не жду от них никаких даже озарений. Более того, к сожалению, бесполезно, на мой взгляд, ждать от них даже адекватных действий. Им, если перед ними будет дилемма проиграть войну, но сохранить власть, они секунду не задумываются. Причем сохранить именно в том виде, в каком она есть. Попытки их напугать поражением в войне их не пугают. Их надо пугать потерей власти. Я тоже пытаюсь по мере сил это делать, причем я действительно уверен в своих словах, что если они проиграют эту войну, они потеряют власть сто процентов. Причем все. Их всех сожру. Не, ну это очевидно. Это очевидно, но не им. Но не им. На их планете розовых пони это вовсе не очевидно. Там до сих пор они уверены и они об этом не стесняются заявлять, что рано или поздно война закончится компромиссом. Вот их интересует только компромисс. Они понимают, что они обгадились, они понимают, что они провалились. Поэтому сейчас им нужен компромисс. На любых условиях. Компромисс с Западом они будут воспринимать как победу. Именно компромисс с Западом. А дальше Соловьев, Норкин и все остальное, шоба, народу объяснят, что победа и есть победа. А не проще выиграть войну, чем идти на компромисс? С их талантами. Они, я думаю, не верят, что они могут выиграть войну в том варианте, в каком это понятно для меня. Но верили, когда начинают. Это же надо напрягаться. Чтобы выиграть войну, надо напрягаться. Надо выйти из зоны комфорта. Надо совершать действия, которых они никогда в жизни не совершали. Надо брать на себя ответственность и потом отвечать за это. Но вначале, когда они все начинали, Надо менять окружение, которое окружает 20 лет. Вначале не верили в том, что могут победить, когда начинают? Более того, они к параду серьезно в Киеве готовились. 9 мая прошлого года они собирались парад в Киеве проводить. Уже все умеротворено, совместный парад российских, украинских, основных войск. Готовились, собирались. Какие перспективы развития событий на Украине? Дмитрий Добр, спрашивает. Самые мрачные, Дмитрий, понимаете?